Преемственность поколений. Сотрудники «Газпромнефть» «Ноябрь» с «Нефтегаза» знакомят своих детей с производством. Чем занимаются мамы и папы, на работе в этот раз узнавали 75 ребят. Причем многие из них уже выразили желание продолжить дело родителей. Кирилл Мигель продолжит. Семейные династии – явление редкое. Часто дети выбирают свой путь. Но многие из этих ребят в «Нефтянку» пришли бы хоть сейчас. Посмотреть, чем занимаются в рабочее время родители, возможность выпадает нечасто. От бухгалтеров и секретарей до геологов и операторов по добыче. Сегодня вы увидите большое, масштабное, сложное производство. И вы по-другому посмотрите на работу своих родителей и, может быть, на них тоже. Они из какого цвета? Чёрного! В управление геологией воедино сливаются история и современность. Этим образцам около 300 миллионов лет. Каменные глыбы – ничто иное, как керн. Трудно поверить, но нефть добывается именно из него. Нефтяные озера на глубине 4 километров – миф. В условиях сумасшедшего давления эти камни, насыщенные драгоценной жидкостью, отжимаются словно губка. На выходе – то, чем наполнены колбы. Чёрный, или, как ещё говорят, чистый, нефть становится только после фильтрации. Детям очень интересно. Посмотреть, как это получается, нефть образуется она, как это получается, получается она. В общем, всё, мне, в общем, всё, так сказать, полностью понравилось. В общем, я бы хотела здесь ещё когда-то побыть. Дальше по графику поездка на Спорошевское. Это самое близкое месторождение к городу. Прежде чем вступить на кустовую площадку – непременные меры защиты. А детворе – только за радость. Каска нефтяника – предмет своего рода культовый. Теперь можно и своими глазами посмотреть, какое оно – чёрное золото. В будущем родители нефтяники надеются, что их дети пойдут по их стопам. И они будут с гордостью носить это почётное звание нефтяник. И напоследок ребята посмотрели, как нефть очищается от лишних примесей, и отведали обед нефтяников. Быть может, через десяток-другой лет всё это для них станет привычным. А на производственные экскурсии будут ходить уже их дети. Кирилл Мигель и Александр Иванов. Новости нашего города.